Приветствую вас. Случаи, конечно, бывали такие. Правда, для этого нужен довольно сильный уровень когнитивного диссонанса для человека. И пусть вас не вводят в заблуждение морное нынешнее слово, потому что оно действительно отражает суть того, что я хочу вам сказать. Видите ли, если привычная картина человека меняется, если человек начинает по-другому смотреть на вещи после того или иного серьезного переживания, серьезной проблемы, серьезного обстоятельства какого-то, да, которое заставляет его чувствовать себя, ну, как-то вот странно, да, чувствовать, что что-то не так, что-то не складывается и так далее и тому подобное, то действительно бывали такие случаи, что человек менялся. Но вопрос вдруг он стоит ли ждать от человека того, что он поменяет. Стоит ли и мощно ли ждать от него этого? Неужели вы будете ставить себя и свое благосостояние, свое благополучие в зависимости от человека? Того, у которого, может быть, есть свои трудности, свои проблемы, свои какие-то комплексы, которые, ну, не позволяют ему вести себя адекватно. Кроме того, если человек, допустим, даже не стал выяснять, почему вы ушли, это говорит об определенном типе его личности, который, может быть, даже не предполагает того факта, что отношения как-то нужно выяснять, ну, вот не умеет человек выяснять отношения, не умеет человек как-то, ну, определяться, да, высказывать свою позицию по какому-либо вопросу. И вы, скорее всего, это знали, скорее всего, вы в какой-то момент это принимали, а потом вас просто это, видимо, достало, вам это надоело, и вы, значит, ну, грубо говоря, поняли, что это не ваше, что вы так не можете, что вам нужно все-таки, ну, другое что-то. Вот. Справедливо ли это? Да, справедливо. Поменяет ли это человека? Может быть, но вероятность этого очень маленького. Стоит ли ставить себя в зависимость от него? Стоит ли, ну, например, ждать чего-то от человека? А нет, не стоит. Определенно. Потому что вы ждали уже какое-то время, и можно сказать, что ничего не дождались. Можно ли сказать, что вы дождетесь сейчас? Вряд. Вряд. Я не знаю, мужчину, безусловно. Но по опыту могу сказать, что человек либо считает, что он прав, и вы должны его принимать таким, какой он есть, либо он считает, что, ну, вот что ж, ну, она выбрала, ну, выбрала и выбрала, значит, это ее, как бы, выбор, и почему я, грубо говоря, должен оспаривать там ее выбор, и так далее. То есть мужчины в этом смысле одновременно и более просты, и более сложны. Ну, однозначно, если человек не захотел меняться ради вас, кстати, интересно, а говорили ли вы ему о том, что вас не устраивает или нет, то есть если не говорили, то мужчина мог просто не знать, что вам что-то нужно, что вы чего-то хотели бы, и так далее. Ну, это маловероятно, скорее всего, вы говорили. Скорее всего. Дальше. Следующий момент, который нужно рассмотреть обязательно, да, это то, что вы сами вы сами сейчас ведете себя как жертва. То есть вы говорите вот я потратила там время, да, на беспрерспективные отношения. Но это ведь, скорее всего, был ваш выбор. Скорее всего, это было ваше решение в эти отношения вступить. И здесь можно говорить о том, для чего вы это делали, зачем вы это делали, чтобы что вы это делали. Понимаете? То есть основная проблема, которую вы переживаете сейчас на данный момент, заключается в том, основная, что ваши ожидания не оправдались с этим мужчиной. и вопрос заключается в том, что это за ожидания. Почему они, эти ожидания вообще должны были оправдаться по вашему мнению именно с этим мужчиной? То есть чего вы хотели? Почему отношения, по вашему мнению, должны были быть перспективными? могут ли вообще какие-то отношения быть перспективными? Должны ли они быть перспективными? Понимаете? И если вы хотите, чтобы отношения были перспективными, то не беспокоитесь ли вы о своей безопасности в первую очередь, а если вас беспокоит безопасность своя в первую очередь, то не несете ли вы за нее ответственность именно в собственном смысле этого слова? Вы можете сказать, ну, отношения перспективные, это когда семья, да, там, сознание семьи и так далее, но нельзя вступать в отношения, ожидая и желая семью, потому что если вы хотите семью, то у вас есть образ этой самой семьи, которой вы волей-неволей будете пытаться как-то, ну, накладывать на то реальное, что будет, что есть, что может быть у вас, как бы. И это не есть хорошо для сознания гармоничных отношений, потому потому что ведь у человека тоже есть какое-то представление о семье, и скорее всего ему важно, чтобы его представление также реализовывалось, а вы если вам хочется семьи, вы в меньшей степени будете ориентироваться на него и больше на себя и, соответственно, отношения будут довольно эгоистичными, в которых один человек как минимум не будет счастлив. И вот это нужно учитывать. Обязательно. все ожидания ваши от отношений продиктованы вашими желаниями, вашими потребностями. И вопрос в том, что это за потребности, какие это желания и так далее. И почему вы удовлетворяете их с помощью мужчины, с помощью института семьи, который не должен ничего давать изначально, который скорее получает, который скорее является тем, во что вкладывают, а не то, что дают, не то, что получают что-то. Понимаете? Вот. И на самом деле это может быть абсолютно чем угодно. На самом деле. То есть на самом деле это может быть вашим желанием, потребностью что-либо почувствовать. Например, вам хочется чувствовать себя кем-то с мужчиной, и вы это делаете. Например, вам хочется себе что-то доказать, ну, тоже с мужчиной, и вы тоже это делаете. Понимаете? то есть ситуация, она вот именно так складывается. С вашими желаниями, с конфликтом желаниями, потому что вы вступили в отношениях изначально безперспективные, да, с вашими конфликтами желаниями нужно разбираться. И тогда в отношениях вы будете эмоционально свободны. и тогда в отношениях вы будете максимально непринуждённы. И тогда в отношениях люди не будут чувствовать от вас давление. Может быть, поэтому у вас и с мужчиной не складывалось что-то, потому что он чувствовал, что вы ожидаете чего-то от него, а он вам этого дать не может. как бы могло иметь место быть такое-такое? Могло. Почему нет? Могло. То есть прежде чем говорить о поведении мужчины, нужно поговорить о вашем поведении. Да? Вот смотрите, значит, потратила на бесперспективное общение два с половиной года. Что значит потратила? Общение это не трата. Общение это не инвестиция. Отношение это не инвестиция. Отношение это наслаждение тем, что это есть здесь и сейчас в данную минуту, а не ожидание чего-то в дальнейшем, в будущем. Понимаете? Вот. Далее. Значит, так, значит, я поняла, что пора выходить. Я сказал, что мне нужно разобраться в себе, а в чем именно в себе разобраться нужно. И не готова продолжать, мне очень трудно. А, как бы, что именно трудно? Говорили ли вы об этом раньше? Он даже ничего не стал выяснять, на этом заново закрылся. Ну, а раньше он выяснял что-либо? Почему вы считаете, что он сейчас вдруг поменяет свою позицию и станет как-то иначе по-другому воспринимать вас и отношения? Знаете, ну, это человек, это нужно вам. И вопрос, который вы задаете, в некоторой степени дерзкий. Может ли произойти чудо, может ли случиться чудо? Нет, чудо случиться может, в теории. А вот можно ли взрослому человеку надеяться на то, что чудо случится? Это уже большой вопрос. И на этот вопрос нужно ответить именно вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. удачи.